Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Ассетокорса, и в этом видео я расскажу вам, как научиться дрифтить в этой прекрасной игре. Сразу хочу предупредить, я еще далеко не достиг совершенства в дрифте в Ассетокорсе, и мне еще нужно много тренироваться. Когда многие из вас спросят, а зачем ты тогда делаешь гайд? Потому что я хочу подсказать людям, что же мне помогло начать, ибо если я продолжу тренироваться дальше, я, разумеется, просто в самом конце забуду, с чего я начинал и что мне помогло, ибо на русском ютубе нет вообще никакого адекватного гайда, который бы нормально объяснял, что нужно делать, в какой последовательности. Все сыпят банальными фразами, ну, надо вывернуть руль в сторону от поворота и дозировать газ, дальше вы только натренируетесь, и показывает, как он катается. Ни слова о том, как поставиться, как дозировать, когда отпускает газ, когда вновь газовать, сколько давать газа, когда юзать ручник, то есть вообще ничего не говорится, просто говорит, ну, тренируйтесь. Великолепный гайд, просто вот 10 из 10, и как по этому учиться? Поэтому, ребят, хоть прошло уже достаточно много времени с релиза игры, так как я получил адекватный руль только в данный момент, я расскажу вам не то, чтобы как добиться успеха, а как хотя бы начать получать удовольствие от дрифта, а не ловить постоянные развороты и постоянно бомбить. И начнем мы с того, что вам понадобится помимо самой игры, разумеется, а именно более-менее адекватный руль. Не обязательно иметь коробку, можете использовать секвенталку, но желательно хотя бы иметь три педали, чтобы у нас было сцепление, ну, и как минимум 900 градусов. Но если у вас какой-то старый руль, то есть там 270 градусов, там 300 градусов, 250, ну, такие вот древние рули, не думайте, что, ну, все, ничего не получится, нет, можно дрифтить и там, просто будет, скажем так, немного сложнее контролировать машину. И вы сами понимаете, из-за малого количества оборотов руля ваше управление будет гораздо резче и вам просто придется, ну, приловчиться к управлению. Но это не значит, что это будет невозможно. Теоретически наблатыкаться можно будет играть даже на геймпаде или на клавиатуре, но это такое себе, поэтому я буду рассказывать именно об управлении с использованием руля. Что ж, с наличием руля мы разобрались и теперь нам нужно сделать еще несколько вещей. Для начала скачать контент-менеджер. По факту это просто другой вид основного меню игры. В принципе, ничего сложного, качаете контент-менеджер, устанавливаете его, все там приложения, которые в него встроены и готово. Дальше игру вы будете запускать именно через контент-менеджер. Это никакой не майнер, не чит, вас не забанят, то есть игра это адекватно воспринимает. Это просто нужно для того, чтобы гораздо удобнее было искать моды для игры. А да, ассета-корса поддерживает пользовательские модификации, причем огромное количество, я бы даже сказал, в основном вся ассета-корса. И состоит из пользовательских модификаций. И кроме того, там намного больше разнообразия всяких настроек. Первое, что вы должны сделать, это забиндить на какую-либо клавишу телепортацию на пит-стоп. Для того, чтобы не блокировать проезд другим людям, когда вы, к примеру, врезались или развернулись. Просто нажали клавишу и вы тут же телепортировались на старт. Плюс, к примеру, некоторые дрифтовые трассы имеют только одно направление. Соответственно, вы доехали до конца и чтобы вернуться обратно на старт, вам нужно просто телепортироваться. Это по большей части касается соревновательных тандем-серверов, но об этом пока что не будем, пока что мы учимся. Следующее, что я вам посоветую сделать, это настроить руль. Для этого по ссылке в описании качаем архив, в котором у нас находятся две программы. Сначала запускаем велчек. Смотрим, чтобы определился ваш руль. Можете его немного покрутить, если изменяются значения, значит у вас руль определился. Дальше в графе Spring Force ставим Step Log 2, а в Max Count ставим 300. Через некоторое время руль начнет совершать поступательно-возвратные движения. То есть он повернет, обычно у меня поворачивался налево. У моего знакомого там тоже поворачивался налево. То есть он повернется, вернется обратно, повернется, вернется обратно. Когда он закончит, у вас в папке документа создастся лог этого теста. Теперь запускаем лут-генератор, выбираем там наш вот этот лог, который сохранился. И теперь сохраняем под любым названием, какое хотите можете использовать. Главное используйте английский шрифт, потому что русский наверняка не будет работать. Я, конечно, не пробовал, но хрен с ним. Сохраняйте этот лут в папку с документами, с этой корс, конфиг, ну, cfg папка. По идее программа должна сразу предложить сохранить в это место, но мало ли вдруг. Сохраняйте вот сюда, а с этой корс, cfg. Далее в этой папке конфиг вы открываете файл ff-пост-процесс. Здесь ставите версию на 1, type loot, enabled 1. Гамму можете не менять, у вас может быть другое значение, может быть там 0.5, 0.8, но это не важно, потому что мы будем использовать не гамму, мы будем использовать лут, который находится ниже. И вот там после равно нужно вписать название своего лута, который вы задали. Вот у меня вот g29, лут 2. Сохраняйте этот файлик, выделяйте этот ff-пост-процесс, выделяйте свой лут, который вы сохранили, копируйте эти файлы, заходите в папку игрой, то есть по пути стим, стимапс, камон, асета корса, опять cfg, и туда кидаете эти два файлика. Хрен его знает, откуда игра берет настройки, но пусть лучше у вас одинаковые файлы лежат и в папке с документами, и в папке с игрой. Далее возвращаемся обратно в папку с ассетой корсы, которая находится в папке стим, открываем систем и папку конфит. Открываем здесь файл graphics.ini, и здесь в максимум фрейл латенсии ставим единицу. Тут закончили, дальше открываем файл ассета корса.ini, тут в третьем блоке ff-экспериментал ставим dumper minimal level 0 и dumper gain 0. И чуть выше во втором блоке force feedback, ff-skip steps, ставим тоже 0. Теперь зайдем уже в контент менеджер и проверим, установились ли наши настройки. Если нет, установим их сами вручную в контент менеджере. Для этого заходим в настройки, ассеты корса, и здесь силовая обратная связь. Ставим галочку enable ff-force processing, в мод выбираем вместо гамма лут, ну по идее она должна быть сама выбрана, но мало ли вдруг, выбираем лут, и дальше в луте выбираем как раз таки тот наш лут, который мы используем. Все это нужно было для того, чтобы сделать ваш force feedback более линейным, то есть более правильным, то есть чтобы у вас усилие передавалось постепенно и равномерно. Эти настройки помогут вам как в дрифте, так и в обычных гонках. Ну что ж, с этим закончили, перейдем уже к самому дрифту. Для начала советую вам скачать парочку модификаций. Это карту Drift Playground, а также набор машин Nintendo Bodies. Ссылки на них я тоже оставлю в описании, и они нужны для того, чтобы играть на вот этом сервере ACDFR 5 Drift Funcession Tanda with Turbo. Отличный сервак, там постоянно есть люди, постоянно есть с кем покатать, потихоньку потренируетесь, может быть и тандемчики там покатаете. Если же захотите что-то другое, то просто вводите в поиски Drift, отсортировываете, и дальше уже начинаете искать. Тут практически у каждого сервера есть свой дискорд, вы можете зайти туда, скачать тачки, можете здесь по поискам пользоваться, просто вам открываться будет браузер и будете качать. В общем, поверьте мне, кто-то хочет, тот всегда найдет, где что скачать. Вот этим именно контент-менеджер хорош, то есть он вам показывает, что вам нужно для того, чтобы поиграть на этом сервере. Но если проще, можно просто по ссылке дискордов, как я сказал, перейти и там найти, что скачать. Для начала, зайдя на сервер, постарайтесь просто понакручивать кругов на месте. Просто покрутиться на месте, для того, чтобы понять, как работает газ, как приконтролировать машину. То есть просто нажимаете полностью газ. И пытаетесь рулем полностью выжимаете газ. И пытаетесь скоординировать машину просто рулем. Пытаетесь делать, не просто завернуть и крутиться на месте, вот так вот. Нет, именно газовать полный газ и ловить машину на круге. Можете делать больше круг, можете передачу включить больше, к примеру. И делать большой круг, если вам неудобно делать маленький. То есть понимаете, вы должны понять, подкручивая немножко руль влево, ну допустим мы сейчас в сторону поворота. То есть машина начнет сильнее закручиваться. Выравнивая направо-обратно, машина начнет выравниваться. В принципе, ну, все логично, вы разберетесь с этим. Покрутились в одну сторону, потом взяли, покрутились в другую сторону немного. Тоже сообразили круг такой, когда поняли, что у вас есть какое-то ограничение. То есть если вы правильно настроили фидбэк, вы поймете, что у вас машина, когда начинает выходить из заноса, то есть начинает упор, ну, меняться немного. То есть вот сейчас упор здесь, вот сейчас упор немножко здесь, когда машина выходит из заноса, то есть начинается руль, начинает немного, так сказать, помогать вам. После того, как вы покрутились немного, понарезали кругов в одну сторону, в другую сторону, можно уже выходить на трассу. То есть если вам кто-то скажет, что, ну, к примеру, какой-нибудь другой глядодел, что в следующем упражнении мы будем делать восьмерку, шлите его сразу нахуй. Объясню. Восьмерка это очень сложный элемент. Просто так вот сходу вы его не сделаете, потому что сами посудите. Что у нас представляет собой восьмерка? Восьмерка это два разворота, две перекладки и два флая. Ну, это когда вы немного некоторое время еще летите на всех четырех колесах как бы в заносе. То есть сделать восьмерку сможет далеко не каждый. То есть сейчас вот покажу. Сами подумайте. Для того, чтобы сделать восьмерку, вам нужно сделать разворот, тут же сделать перекладку на новый разворот. И при этом вам постоянно нужно поддерживать обороты опять на разворот. То есть это не такой простой элемент, как кажется. То есть не думайте, что вы просто взяли и после кольца сразу будете делать восьмерку. Нет. Первым делом сразу езжайте на повороты. То есть начинайте потихоньку вот применять те навыки, которые вы получили, пока крутились. Начинайте применять их на поворотах. Теперь самое главное. Как начать занос в повороте? Для того, чтобы начать заносы, есть, ну, несколько простых способов. Самый простой это использовать, наверное, просто газ. То есть просто поворачиваете руль, газуете и, пожалуйста, машина в заносе. Второй способ это использовать сцепление. То есть зажимаете сцепление, газуете, отпускаете сцепление и, пожалуйста, вы в заносе. То есть в принципе то же самое, что и просто на газу. Единственная разница только в том, что с выжатым сцеплением вы это делаете гораздо быстрее. То есть у вас сразу после отпускания сцепления машина схватывается на, ну, все равно так, на большое количество оборотов. И третий самый простой способ это закинуть машину ручником. То есть просто едете к повороту, выжимаете сцепление, дергаете ручник и, пожалуйста, машина у вас тоже в заносе. Самое главное запомнить, что когда вы дергаете ручник, надо выжать сцепление. Потому что если сделать это без ручника, машина сбросит вам обороты и, скажем так, восстановить их будет, ну, очень проблематично. Это, скажем так, и здесь такой простой поворот, что, ну, как бы там на скорости еще можно. Но есть некоторые развороты, на которых, закинув машину, вы нормально не сможете вывернуть. Поэтому советую всегда выжимать сцепление при использовании ручника. Торможение в лучшую машину никак не закидывать, потому что торможение в любом случае у вас блокирует и передние колеса. И, как бы, поворачивать, ну, скажем так, заходить в занос тормозом, ну, не очень удобно, потому что передние колеса все-таки тоже тормозят. И вам нужно, чтобы они были свободные. Поэтому блокируем в основном брусчиком заднюю ось и все, едем. Следующее, что вам нужно понять, это как словить машину из заноса. То есть, ну, все прекрасно понимают, что для того, чтобы выйти из заноса, надо вывернуть руль в сторону от поворота. Это банальная информация, но проблема в том, что здесь очень важна работа газом. То есть, есть несколько способов, как выйти оттуда. Можете просто, вот сейчас вот я заверну. Можете просто делать максимальный, то есть выжимать газ в пол периодически. То есть, поворачивать и... Но это тоже не самый выгодный способ, потому что, ну, иногда надо поддерживать газ очень долгое время. Можете контролировать газ постепенно. Можете именно дать немного газу. То есть газовать немного. Это гораздо сложнее, чтобы, ну, делать так, чтобы машина была постоянно на газу. На небольшом газу. То есть это требует большого количества контроля. Поэтому для начала я советую именно использовать максимальный газ. Просто периодически отпускать педаль газа. Для того, чтобы предотвратить разворот машины, иногда можно использовать еще сцепление. Когда вы понимаете, что вам мощности немного не хватает, вы немножко помогаете сцеплением. То есть делаете, в принципе, то же самое, о чем я говорил сначала, когда мы стартуем. Только это мы делаем уже на повороте. Ну, так сказать, называемые клочки. Когда вы немножко бьете по сцеплению. Делая небольшие удары по сцеплению. Вы немного на мгновение разгружаете заднюю ось. И у вас мгновенно повышаются обороты. То есть теоретически, можно вообще проходить всю трассу на полном газу. Если грамотно работать сцеплением. Теперь самый важный аспект. Когда же начинать газовать? Потому что, как вы заметили, в поворотах я выжимаю сцепление. Дергаю ручник. Практически полностью выворачиваю руль. И только тогда начинаю газовать. То есть, если вы будете это делать во время, ну, именно поворота. То есть, пока вы поворачиваете руль, газ лучше не сжать. Либо газовать, но совсем немного. Но открывать полный газ желательно, когда вы уже поставились. Когда вы уже словили момент именно выравнивания. То есть, вот вы отпустили газ. Нажали слово. Отпустили газ. Нажали слово. То есть, словили момент. То есть, вот опять. Отпустили газ. Переложились. Нажали опять. Отпустили газ. Переложились. Нажали газ. Повторяем. Отпустили. Газуем. Отпустили, переложились, газуем И повторяем Отпустили, газуем, переложились, газуем Самое главное приучить руки и ноги делать все эти действия одновременно Со временем, когда вы натренируетесь, вы научитесь, как поворачивать руль так, чтобы траектория была как можно шире Или как можно уже То есть, как пойти по самой дальней траектории Как пойти гораздо ближе То есть, это все, разумеется, придет уже с практикой Потому что, ну, у каждого, ну, свои педали, свой руль И у каждого там газ может работать по-разному Но факт в том, что вы со временем научитесь дозировать газ определенным образом Самое главное, запомните Газуете Перекладываетесь, отпускаете газ Разумеется, не всегда надо отпускать газ Потому что есть все-таки повороты, которые небольшие, такие шиканы На которых можно проходить практически на полном газу К примеру, как вот этот В общем, на этом, наверное, все Единственное, еще хочу дать парочку советов Если у вас, к примеру, 900-градусный руль Или там 1080-градусный руль Ну, вы понимаете И вам, к примеру, сложно вращать его с одного поворота в другой Или он просто сам вращается Ему не хватает скорости А сами вы пока не можете ему еще, допустим, помогать Закидывать его рукой Можете в драйверах сделать ему ограничение по градусам То есть, к примеру, поставить для начала 500 градусов Покататься с этими градусами Понять, что вот нормально, получается Поставить чуть повыше Покататься так И постепенно, постепенно повышать градус Странно, конечно, звучит Ну, ладно, в общем, вы понимаете То есть, постепенно вы будете увеличивать градус вращения руля И рано или поздно придете к своим, там, 900 градусам или 1080 градусам Ну и последнее, что я вам посоветую Это, если вы на данный момент заметили То во время дрифта Камера поворачивалась в сторону поворота Для этого нужно установить специальное приложение Real Head Motion Кидаете эти файлы в папку с игрой Запускаете это приложение Без разницы перед игрой Во время игры Оно будет срабатывать всегда И каждый раз, когда вы будете поворачивать У вас голова будет поворачиваться в сторону поворота Единственное, когда вы используете это в гонках Не делайте там слишком большой укол поворота Потому что, ну, когда вы дрифтуете Понятно, то есть, у вас машина чуть ли не боком стоит Вам нужно смотреть в бок, во-первых, это вам поможет потом В будущем, для того, чтобы вы видели, насколько вы приближаетесь к какой-то машине Ну и сейчас просто вы тоже будете видеть Когда вы летите, к примеру, на какое-нибудь препятствие С этим, конечно, тоже немножко сложно ездить Потому что вы немного, так сказать, теряете траекторию движения Но лучше начинать ездить с этим сразу Потому что потом переучиться на это будет не так просто Ну а на этом все, друзья Все ссылки, о которых я говорил, я оставлю в описании Если вам понравилось это видео, и оно было для вас полезным Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не выпускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok